Коллеги, тема сообщения заявлена, она на слайде. Пациент с болью лечить нельзя? Калечить или лечить? Мне кажется, что мы лечим. Мы остановились сейчас на очень хорошем вопросе, очень правильном. А стоит ли обезболивать пациента постоперационно? То, что стоит отказываться от опиоидной аналгезии, это уже на самом деле действительно большой плюс. А вот целесообразность назначения НПВП, либо парацетамола, вот об этом тоже в том числе дальше скажу. Но это раскрытие моей заинтересованности в выступлении. И я хочу начать с того, что мы живем в несовершенном мире, к сожалению, где есть боль. И мы о таких пациентах говорим уже на протяжении больше, чем часа. Мы стараемся избежать боли, но вот если бы у нас была такая возможность, представим, рыбку бы золотую поймали, можно было бы ее попросить полностью отключить боль. Это было бы здорово или нет? Кто-то говорит нет, но пациент с хронической болью не согласился. Он бы сказал, конечно, здорово, где эту рыбку поймать или купить. Но для здорового человека, наверное, это приведет к мучению, к патологии. Все видели репортажи по телевидению детей маленьких, у которых генетическое заболевание. Канал апатия, натрий 1.7 рецепторов. Они не чувствуют боли. Они играются, спотыкаются, падают, свозят коленку и ничего не чувствуют. Переломы внутренние, кровотечение. Они ничего не чувствуют. Они обжигаются, массивные ожоги получают, потому что горячие кастрюли прикасаются, чайнику в костре и так далее. Они не чувствуют боли, поэтому действительно, наверное, полностью ее отключать не совсем корректно и целесообразно, потому что это наш телохранитель. Но вот хронической боли хотелось бы избежать. Ну и говоря о том, что мир несовершенен, хочу вам показать вот этот график, который на меня произвел очень большое впечатление. Это график, отражающий динамику изменения цен в США за последние 20 лет на разные виды товаров и услуг. И вот посмотрите, что внизу. Внизу дешевле всего стали за последние два десятилетия телевизоры, игрушки, мобилки. Что там еще? Практически не изменились машины, цены на машины, автомобили, одежду. А подорожали? Что подорожало? Коммунальные услуги. Украина тоже не отстает от этого рейтинга и динамики цен. И больше всего, что подорожало? Что на самом верху? Вот плохо видно тут. Hospital services. Медицинские услуги. И насколько? В два раза. 200%. Дальше там образование и медицина. Текстбукс колледж образование и медицина подорожало. И соответственно, вот та динамика, которая до этого говорила, что распространенность хронических болей выросла отчасти, в том числе из-за этого, что не каждый может себе позволить качественную медицину и корректировку той клинической ситуации. Другое очень интересное, большое эпидемиологическое исследование пациентов с хронической болью. Там было много вопросов заданных, я всего несколько покажу наиболее важных. Как лечат пациенты хроническую боль? Оказывается, что больше половины вообще никак ее не лечат. Парадоксально. Вот как больше половины респондентов вообще никак не лечат. А те, кто приходят к нам, вот 19%, еще 20% травками, муравками, ну и совсем там чуть-чуть тем и другим. Те, кто лечатся, опять это обобщенные данные, чтобы понять текущую ситуацию и к чему она приводит. 22% лечатся лекарствами. Ну это хорошо, это правильно. Но больше всего массажами, 31%, если говорить о боли в спине, и в британских рекомендациях, да, вот мягкотканные техники, массажи, они найдут физическая терапия, это не надо путать, часто пациентам, когда говоришь, вот они путают, да, вот это. Ближе к ЛФК, но это специфические упражнения, в конце чуть более подробно покажу. Акупунктура и вот чуть-чуть, да, хирургия, протезирование, блокады. Написано тоже, да, не уточняется, какие блокады, но имеется в виду педуральные, регионарная анестезия, если, значит, локализованные болевые синдромы. Ну и вот самый такой серый, да, печальный слайд. Эффективность этого лечения. 21% нет эффективности, ничего не меняется. 56% суммарно, это 2,3% немного улучшается. 12% всего лишь улучшается. Наступает улучшение состояния, уменьшение боли на фоне тех всех методов, которые мы применяем, которые были раньше показаны. Ну и к чему это приводит, да, к тому, что, наверное, что-то мы не так делаем, не так понимаем. Ну и вот таким резюме, что ли, этого стало новое определение боли, которое всего 2 недели назад, как было опубликовано, это еще не принято, оно пока предложено. Но вот посмотрите, пожалуйста, как оно звучит и что поменялось. Вот внизу старое определение. Что боль, по самым последним современным взглядам, это неприятное, сенсорное и эмоциональное переживание, обычно вызванное или кажущееся вызванным. Вот такие филологические, лингвистические обороты звучат. Фактическим опять или потенциальным повреждением ткани. Легко его понять? С первого раза очень сложно. То есть может быть повреждение ткани, может не быть, это может приводить. Может быть вызвано или мы считаем, что может быть вызвано, а может быть и не вызвано. Но что не поменялось и что осталось фундаментальным, что это сенсорика и это эмоции. Это не какая-то одна ноцицептивная система, это еще и достаточно сложный комплекс нейромедиаторный, проводниковый в центральных системах головного мозга. И это то, что формирует ощущение боли. К чему это приводит? А можно опять слайд обновить, возможно. К чему это приводит? Вот пересмотр этого определения приводит к тому, что у нас есть разные группы пациентов. И вот сейчас я хочу показать очень интересные паттерны, которые мы наблюдаем регулярно, но сейчас они будут визуализированы в таком графическом виде. Что может быть с пациентом? Мы говорили неделя, 5 дней, 2 месяца уменьшения или разрешения грыжи. Если мы говорим о боли, то обычно мы говорим о 2 неделях разрешения или уменьшения боли на фоне лечения, либо на фоне отсутствия лечения, не медикаментозной терапии, допустим. И вот это самая благоприятная на самом деле картина для пациента. Когда боль появляется, видите, достаточно существенная, 6 баллов. Потом через неделю она уменьшается практически в 3 раза, и через 2 недели ее уже нет. Но не у всех пациентов, к сожалению, так. И есть и другие варианты развития событий. И вот слева вверху показан вариант, когда боль уменьшается, но уменьшается уже не так быстро, а более плавно, более медленно на протяжении 12 недель, 3 месяцев. Но вот к 3 месяцам, вот к этой нашей условной такой черте, хроническая боль, или там острая подострая, она уменьшается. Другой есть справа сверху паттерн регресса болевого синдрома, который заключается в том, что боль уменьшается, но полностью не уходит, даже через 3 месяца. И вот этот уже пациент станет хроническим. И вот с этим пациентом мы уже будем ломать голову о лечении. Третий вариант, когда боль вроде бы уменьшается, какой-то есть первичный ответ, но потом под действием каких-то факторов, несоблюдения режима, возможно, либо индивидуальных особенностей, боль возвращается. И четвертый вариант, самый печальный, когда характер и интенсивность боли не меняются. И вот к этому графику наибольшее количество вопросов на самом деле возникает. А как же так? Ведь у ряда пациентов на самом деле вообще можно ничего не делать, боль пройдет, а у ряда пациентов можно использовать разные модальности, и боль не будет уменьшаться. И что же определяет, кто какой билет вытянет, какой маршрут будет? А это было выделено и определено. Тут на самом деле очень много факторов. Я на этом слайде выделил пять. Тут есть и женский пол, тут есть и старший возраст, больше 55 лет. Но наиболее важный и наиболее универсальный для всех, по каждому типу там есть, можно подробнее почитать, наиболее важный это наличие депрессии и тревоги. Вот если есть эти факторы, то благоприятного нисхождения кривой боли не будет. Если есть катастрофизация у пациента, который уже настроен негативно, говорит, ну будет еще хуже. Когда ему спрашиваем, как вы считаете, что будет? Ну недельку полечусь, ну там да чуть. Не одно, наверное, может что-то быть серьезное. Это уже как раз, что он и, как говорится, наши мысли определяют наши действия и нашу реальность. Поэтому это второй фактор. Третий фактор – это высокая интенсивность боли. Если боль больше 6-7 баллов по ваш, скорее всего она так быстро и просто не уменьшится. Неадекватное обезболивание, жирным выделено. И длительность боли более 5 дней, без каких-то светлых промежутков и без уменьшения боли. Вот неадекватное обезболивание – это самое, наверное, да, как это сказать, либо ятрогенное, либо пациентогенное. Ну зависит от того, все-таки в чем причина и в чем источник. Но это то, что приводит к плохому прогнозу. А на самом деле адекватное обезболивание – это право человека, это право пациента. И что это такое? Тоже вот говорить о терминологиях. Это согласно отзыву пациента. Это не так, как нам кажется, вот у вас увеличилось с 6 баллов до 3. Это уже хорошо. Но это на самом деле хорошо. Но важно, чтобы пациент почувствовал, что да, он получил адекватное обезболивание, чтобы он почувствовал, да, динамика хорошая, да, я верю, я чувствую, что дальше будет лучше. И об этом говорит Монреальская декларация, которая была принята еще в 2011 году Международной ассоциацией по изучению боли, что обезболивание и доступ к адекватному обезболиванию – это фундаментальное право человека. Есть другое течение, направление «Европа против боли». Это глобальная компания Европейской Федерации по изучению боли, которая говорит о том, что хроническая боль – это самостоятельное заболевание. И вот именно эта декларация, именно это направление привело к тому, что были суммаризированы вот такие дистинктивные отличия, достаточно принципиальные, достаточно категорийные, острой и хронической боли, где говорится о том, что при боли острой есть яркое повреждение ткани. Но это понятно, потому что есть причина и повреждение вызывает боль. При хронической нам сложно найти, что являлось источником и что являлось причиной, потому что на сегодняшний день у этого пациента уже будут другие факторы, центральные являются триггерами. Биологическая функция нарушена при острой боли, при хронической – нет. Самоограничения присутствуют, а вот дальше идут такие факторы уже социальные и психологические. Социальные ограничения, что это такое? Значит, что у человека страдает его качество жизни, значит, что он уже не входит на домино или преферанс по пятницам, уже не общается с друзьями, так как раньше общался, уже больше замыкается в себе и вот этот порочный круг начинает формироваться. Психологические последствия, тревожность нарастает, депрессивность, катастрофизация, укрепляется в своем фундаменте. Ну и вот дальше что? Терапия. Острая боль достаточно простая. НПВП, аналогетики простые, опиоиды, все. Хроническую боль лечить сложно, и это самостоятельная болезнь. И это привело к тому, что вот в марте этого месяца в Женеве ВОЗ официально выпустила финальную уже версию МКБ-11. Это та классификация, которая в какое-то время будет внедрена уже в разных странах, и в Украине в том числе. И вот огромный блок в ней занимает хроническая боль как таковая. Потому что в МКБ-10 что такое хроническая боль? Ну непонятно, есть какие-то состояния хронические, но именно боли нет. А вот тут вот посмотрите, уже есть, что есть хронически распространенная боль, это класс первичных болей, фибромиология, комплексный регионарный болевой синдром, отдельная нозология, но сейчас это класс хронических болей. Висцеральная боль первичная, когда нету какого-то анатомического, морфологического субстрата, не можем мы найти. Первичные головные боли или орофациальные боли, мышечно-скелетные. И есть боли вторичные, это связанные с онкологическими заболеваниями, посттравматические, нейропатические, вторичные висцеральные, где мы можем определить субстрат, головные и мышечно-скелетные боли. Это очень короткий такой срез, там гораздо больше. Это есть классификация в интернете, в публичном доступе. Ее если открыть, посмотреть, очень много классов. Для чего ее сегодня смотреть, пока мы не пользуемся, не правомочны, но для формирования клинического мышления и формирования тактики подходов к лечению. А подходы к лечению у нас в основном и чаще всего такие, фармакотерапевтические. И это правильно, но это не единственные подходы, которые мы можем и должны применять, поскольку боль явление сложное, биопсихосоциальное, и кроме ноцецепции, на которую мы чаще всего и воздействуем фармакотерапевтически, есть еще и болевые поведения и социальные ограничения, на которые мы воздействовать должны другими методами. И какие это методы? Это образование, о чем уже говорилось. Это психотерапия, физическая реабилитация, социальная адаптация, создание ожиданий. Вот видите, наверху. Создать у пациента правильное ожидание того, что будет хэппи-энд, а не другой исход. Психологическая поддержка. Кто это должен делать и как это должно происходить? Ну, безусловно, врачи, интернисты, неврологи, терапевты должны знать и направлять, но заниматься этим мы не можем. А чем мы преимущественно должны заниматься? Это фармакотерапией первично и рекомендациями. Ну, говоря о фармакотерапии, безусловно, НПВП при эпизоде острой боли, либо обострение хронического течения, это золотой стандарт. И вот в миорелаксанты есть такой дискутабельный вопрос, насколько целесообразно их применение и в каких рекомендациях это есть. И очень много есть разных классов и группы, и механизмы действия отличаются. Я хочу показать вам последнюю выжимку из UpToDate, это апрель 2019 года, общий подход к лечению боли в спине. И вот тут переведено самое основное. Для пациентов, предпочитающих фармакотерапию. Как вам нравится такая формулировка? Пациенты, которые предпочитают таблетки и уколы. Это отдельная группа пациентов, которая выделена, которые ленятся, которые никогда не будут заниматься, упражняться полноценно, которые абсолютно некомплоентны, которые хотят фармакотерапию. И таких пациентов в разных социальных слоях, по-разному они представлены, но их достаточно большое количество. И вот для таких пациентов рассмотрите назначение НПВП с или без миорелаксанта вместо монотерапии парацетамолом либо НПВП. Это практическая рекомендация, которая говорит о том, что определенной группе пациентов действительно показаны НПВП с миорелаксанта, потому что у них будет хороший ответ. Есть большое количество исследований. Я сейчас не буду на них останавливаться. Я хочу остановиться на механизме действия одного из представителей, на механизме действия тизанидина, который является агонистом альфа-2 рецепторов на моторных нейронах и который уменьшает высвобождение глутамата и уменьшает количество возбуждающих импульсов и сокращений. И было проведено исследование тизанидина-сердолуда в плане уменьшения боли в спине, где есть монотерапия, ациклофенаком и комбинация, о чем говорится в рекомендациях, с тизанидином. Улучшение на 2-й день на 20%, на 7-й день на 3-й день. В то же время ЕМИА, Европейское медицинское агентство, определенные ограничения накладывает и не рекомендует назначать толперизол, поскольку есть определенные, но неблагоприятные особенности с точки зрения безопасности. Ну и наш украинский наказ МОЗа тоже говорит о том, что внутримышечные формы толперизола не рекомендованы к применению. Но почему не всегда так все просто, а не всегда достаточно назначить НПВП и МИА-релаксант? Чтобы быть самим счастливым, и пациент был счастлив. Потому что хроническая боль – это самостоятельная болезнь. Потому что при хронической боли пациентов с коксартрозом, деформирующим, с артрозом коленного сустава, там, понятно, тоже есть дистрофические изменения, дегенеративные, но у пациента с болью длящейся более трех месяцев начинаются атрофические процессы в префронтальной коре головного мозга и в других участках специфических для разных состояний. И поэтому, воздействуя только на периферию, мы, к сожалению, не всегда можем добиться полного эффекта. Как восстановить? Постараться восстановить? Хотя бы отчасти восстановить вот эти поврежденные нервы, серые вещества, тела нейронов. Как их восстановить? Ну вот, если говорить о фармакотерапии, то есть доказательная база о применении нуклеотидов и витаминов группы В. И таким оптимальным препаратом, комбинированным, который для этой цели можно использовать, является Юнигамма, в которой есть как урединомонофосфат нуклеотиды в большой дозе, 150 мг холин, так и витамины В1, В6, В9, В12, которые необходимы для регенерации миелиновой оболочки. И вот было проведено исследование применения Юнигаммы 50 пациентов с нейромиографически подтвержденной периферической нейропатией и было показано, что эффективность лечения увеличивается за счет восстановления миелиновых волоком. И это было доказано не просто клинически, а еще и нейромиографически. Было показано увеличение скорости проведения нервного импульса на фоне применения уредина. Ну и на фоне применения комплекса уредина монофосфата с витаминами группы В получалось уменьшить, что и клинические дескрипторы, их представленность, боли такие, как прострелы, анимение, жжение и покалывание. Там есть на самом деле достаточно больше исследований, но я бы хотел резюмировать то, что на самом деле основными эффектами является усиление и пролонгация базисной терапии. То есть НПВП, миорелаксант и нуклеотиды с витаминами группы В позволяют усилить эффект, снизить дозу и улучшить клиническую картину. Но боль, возвращаемся, понятие не только локальное, ни на периферическом нерве, ни на периферическом ткани органа, ни на уровне только ЦНС. Это еще феномен, который влияет на наше поведение, на качество жизни. И как уменьшить вот эти упражнения? Вот теперь как еще можно восстановить вот эти атрофированные нейроны? Физическими упражнениями. Мобилизировать нейропластические процессы положительно. Они бывают отрицательные, вот когда атрофия, это отрицательная нейропластика. А физическими упражнениями мы можем простимулировать, но только правильными и грамотными. Положительные. Ну и вот что здесь показано? Элементы, да? Фитнес. А что здесь показано? А здесь показана телемедицина. Ну больше, конечно, на Центр управления полетами, но и космонавты. Но это какое-то будущее, да? Место врача, возможно, в Жмеринке лет через 20 с автомизацией интегритации. Вот так вот будет выглядеть кабинет врача. Ну, надеемся, что у всех так будет. Но как это можно объединить? На самом деле телемедицина появилась давно. Еще в Советском Союзе. И лечились, и помогала многим. Но на сегодняшний день она обрела доказательную базу. И сегодня уже боль в спине лечат при помощи смартфона. В Германии и в Австрии есть специальные мобильные приложения, которые заменяют врача пациенту. Как часто, как много времени пациент проводит с врачом? 15 минут, 20. Остальные 23 часа, 45 минут он проводит сам собой с болью. Приветствуют. Говорят, какие физические упражнения делать, как он должен релаксировать, mindfulness техники вовлекать. Его образовывают. Вот видите, тут чат-бот, который говорит, что, как, почему. Заменяет общение, вовлекает пациента в процесс лечения. Дают ему базовые знания, классификации, что, где болит. Коучинг дает, внимание, наставление, поддержка. И автоматически еще и дневник ведется. Но самое феноменальное, это то, что это приложение позволяет отказаться от услуг физических терапевтов практически полностью и делать физические упражнения на дому. Но физические упражнения на дому делают многие. Но единицы делают их правильно. Мы не полностью нагинаемся, мы не полностью правильно руку выкручиваем, угол правильный делаем. И вот это приложение позволяет поставить вот так вот телефон, да, где-то зафиксировать и перед ним заниматься. И видеть, что и как ты делаешь не так. И оно тебя корректирует. И таким образом достигается правильное выполнение упражнений. И что еще более феноменально? То, что это не бесплатно. И то, что это оплачивается немецкой страховой медицины. Использование таких приложений оплачивается в Германии страховыми компаниями, а врачи выписывают помимо деклофенака, юнигамы, они выписывают приложение, гимнастика. И он идет и в кассе оплачивает. И это фантастика. Поэтому вот то, что физическая реабилитация, мы можем уже заменить при помощи технологий. Психологическая поддержка тоже. Но как бы мы ни меняли, главное, чтобы это было. Когда это будет мультимодально, тогда это будет хороший результат. И мы будем лечить, а не калечить. Спасибо.